Джек Дэниелс Но находящее место для науки, Джек Дэниелс обладает уникальной химической структурой и автоматизацией для создания легенды среди напитков, которую во всем мире называют просто «Джек». Мегазаводы. Джек Дэниелс. Каждая бутылка Джек Дэниелс на земле производится на этом заводе, в небольшом городишке Линчбург, штат Теннесси. Вероятно, обнаружить производителя виски здесь вы ожидали бы меньше всего. Завод располагается в сердце совершенно непьющего округа. 101 год из его 144-летней истории продажа любого алкоголя была запрещена в окрестностях Линчбурга, хоть она и является источником жизненной силы самого города. Виски производятся недалеко от центра города, на территории площадью 72,8 гектара, на 9 производственных участках. Источник в пещере, мельница, участок брожения, цех перегонки, площадка для отжига угля, цех умягчения, а также участок заполнения бочек, склады и расположенный неподалеку разливочный цех. 375 рабочих, некоторые из которых являются представителями второго и третьего поколения работников компании, производят виски, которые продаются более чем в 130 странах мира. Только бочки производятся в другом месте. На Бочарне, в Луисвилле, штат Кентукки. Виски Джек Дэниелс производится трех видов. Первоначальный Old Number 7, двойной фильтрации Gentleman Jack и топовый сорт Single Barrel. Все сорта виски изготавливаются из одного и того же виски в одних и тех же бочках. Но мы способны выразить Джек Дэниелс столь разным образом, изменяя обработку и фильтрацию перед разливом в бутылке. Вискокуренный завод производит около 150 миллионов бутылок главного сорта Old Number 7 в год. Руководство процессом производства этого традиционного продукта в столь больших объемах ведется из центра управления, напичканного компьютерами. Оператор следит за всем потоком производства при помощи этих экранов. Они отображают 7000 различных показателей и изображений с десятков камер, расположенных по всему заводу. Мы следим за всем, что происходит на заводе. От подачи воды до поступления зерна в дрожжевой затор. Здесь 12 мониторов, 60 с лишним экранов, и каждые 4-5 секунд раздаются различные предупреждения. Наблюдение начинается с самого начала производства, с воды. В сердце заводской территории располагается естественная пещера с источником, дающим каждую каплю воды для каждой бутылки Джек Дэниелс. Вода поднимается из-под земли при постоянной температуре 13,3 градуса по Цельсию, и, насколько это известно, источник никогда не иссякнет. Вода фильтруется через известняковую породу, удаляющую из нее большую часть железа, что делает ее идеальной для виски. Железо ужасно. Оно убийственно для производства виски. Оно делает его черным и горьким. Вода в пещере забирается под поверхностью и подается по системе труб. Производственный процесс переходит на следующий участок – на мельницу зерна. Это высококачественное первосортное кукурузное зерно. Каждый день грузовики привозят его около полумиллиона килограммов. Мы взвешиваем каждый грузовик на въезде и после разгрузки. Это позволяет нам понять, сколько килограммов зерна поступает на завод. Мы делаем это, потому что эффективность производства напрямую сказывается на качестве производимой продукции. А чтобы измерить эффективность завода, необходимо знать, что за исходные материалы мы используем. Кукуруза составляет до 80% зерна в Джек Дэнилс. Остальное составляют рожь и ячменный солод. В кукурузе содержится большая часть необходимого нам крахмала. Рожь – компонент для вкуса. Это зерно с очень сильным запахом. В солоде содержатся энзимы, которые превратят весь крахмал из других зерен в сбраживаемые сахара. Зерно ссыпается в герметичную систему, где хранится в одном из десятка девятиметровых силосов. В любой момент на заводе имеются и используются исходные ресурсы лишь для одного дня работы. Зерно засыпается в машину, называющуюся молотковой дробилкой. Внутри по нему бьют стальные пластины, вращающиеся со скоростью 1700 оборотов в минуту. Молоток бьет по нему и превращает в пыль. Когда все готово, из мельницы выходит кукурузная мука. Отдельные мельницы превращают рожь и чмень в муку столь же тонкого помола. Теперь зерно готово к смешиванию с водой из источника для образования волшебной смеси, лежащей в основе каждой бутылки Джека. Изобилие природных ресурсов стало одной из причин, привлекших мистера Джека Дэниела в это место. Джек Дэниел был реальным человеком. Многие думают, что это вымысел, но это не так. По-настоящему его звали Джаспер Ньютон Дэниел, а не Джек. Настоящий Джек научился производству виски у местного священника, еще будучи подростком, и его винокурня была первой зарегистрированной федеральным правительством еще в 1866-м. Но многие другие подробности об этом человеке и его работе утрачены, что лишь добавляет бренду шарма. Джек Дэниелс, как марку, так и человека, окружают всевозможные загадки. Никто не знает точно, когда родился Джек Дэниел, или почему он сделал свою бутылку квадратной. Даже происхождение знаменитой марки номер 7 – загадка. Некоторые говорят, что это счастливая семерка. Другие, что у него было семь подружек, и седьмая была его любимой. Не думаю, что это верно. Стал бы он называть ее старой, доброй номер седьмой. Наверняка нет. Некоторые говорят, что это был номер партии, седьмая партия, и он думал, что она лучше. Поэтому и сделал этикетку «старый, добрый номер семь». Но какова бы ни была реальная история, виски остается верным первоначальному рецепту Джека. До сих пор это во многом виски, каким его хотел создать Джек. Мы лишь продолжили традицию и воспользовались более совершенной технологией. Это особенно верно для следующего ключевого ингредиента напитка – дрожжей. В испытательной лаборатории биохимик проверяет здоровье одноклеточного микроорганизма, использующегося для превращения зерна и воды и виски Джек Дэниелс в спирт. Нужно поместить каплю точно в небольшие углубления, по которым образец попадает под покровное стекло, и хорошо отображается под микроскопом. Невероятно, но эти клетки происходят напрямую от дрожжей, которые Джек Дэниел использовал почти 150 лет назад. Этот процесс, производившийся с первых дней, когда Джек Дэниел управлял заводом, поддерживает дрожжевую культуру, чтобы получить верный характер получаемого дистиллята. Под микроскопом видна характерная в виде леденца форма дрожжей Джек Дэниелс. Эта партия совершенно здорова и быстро воспроизводится. Я смотрю на форму, на размер. Мне нужно убедиться, что они почкуются, активно воспроизводятся. Эта клетка находится на ранней стадии почкования. Видите небольшую почку? Это чуть больше, еще больше. Сейчас она почти такого же размера. Дочерняя клетка размером почти с материнскую. Очень скоро они разделятся, и процесс начнется снова. Этот образец готов к посеву нового поколения дрожжей. В ходе процесса, происходящего в тщательно контролируемых лабораторных условиях. Крайне важно содержать культуру в стерильных условиях, чтобы не внести в систему какие-нибудь бактерии. Нам нужно, чтобы культура была как можно более активной, чтобы при попадании в бродильный чан она быстро перешла к ферментированию, победив любых конкурентов. Естественные и народные организмы, которые могут попасть туда вместе с зерном. Это живая активная культура. Это видно по выделению СО2, образованию пузырьков, пены. Этой культуре несколько дней. Сейчас я перенесу ее в другую культуру. Сначала он стерилизует колбы пламенем горелки, а затем переносит здоровые живые клетки в смесь подходящих питательных веществ. В колбе содержится лишь 1 килограмм 400 граммов дрожжей. По мере их размножения и добавления питательных компонентов, они переносятся во все большие и большие емкости, заканчивая этими гигантскими чанами, где дрожжи сделают свое волшебство по превращению воды и зерна в спирт. И сделают так, чтобы сегодняшний виски не отличался от оригинала. На заводе Джек Дэниелс в Теннесси вода, зерно и дрожжи соединяются в бродильном цеху. Этот обширный, заполненный паром цех, вмещает 64 гигантских стальных чана. В каждом содержится около 150 тысяч литров, достаточно для того, чтобы наполнить около 3 миллионов бутылок Джек Дэниелс. Дрожжи питаются сахарами зерна сначала медленно, а затем, через несколько часов, сусло начинает яростно бурлить. Смесь бродит до недели под постоянным наблюдением оператора в заводском центре управления. Страница вентилей. Большую часть времени я держу ее открытой, чтобы видеть, что открыто, где идет пар, какова температура в чанах. На другом экране набор цифр показывает однородность затора, важный фактор для поддержания поточного производства. Почти самое плохое, что может случиться, это если содержимое варочного котла загустеет, перестанет перемешиваться и забьет систему охлаждения затора. Дрожжи преобразуют сахара зерна в алкоголь в форме этилового спирта, образуя пенную пасту с резким и знакомым запахом. Вот что получается после недели брожения. Это называется бражка или пивом винокура. Это практически то же самое, что содержится в бутылке пива. Разница лишь в том, что все частицы зерна все еще в нем. Крепость бражки около 11,5%. И одного щелчка мыши достаточно для отправки готовой браги на следующий участок. Цех перегонки виски. В этом возвышающемся над территорией 18-метровом здании четыре огромных перегонных аппарата превращают брагу в гораздо более чистую и крепкую форму алкоголя. Этот процесс, называемый дистилляцией. По существу, дистилляция — это отделение летучих веществ от браги. А летучее вещество здесь — по большей части спирта. Смесь затекает в систему, что можно увидеть через это смотровое окно. Внутри аппарата смесь протекает по ряду разогретых металлических пластин, нагревающих ее примерно до 93,3 градусов по Цельсию. Из-за того, что спирт превращается в пар при более низкой температуре, чем вода, пары алкоголя отделяются и поднимаются вверх аппарата. Затем пары попадают в устройство, называемое холодильником, и превращаются в мощную жидкость, стекающую до самого низа системы. Спирт проходит по этой линии на один этаж выше, проходит на другую сторону, до нижнего этажа, на 30 метров вниз. Потом он поднимается обратно вверх и через верх, вниз, через холодильник. Дистиллят вытекает из нижней части перегонных аппаратов со скоростью до 34 тысяч литров в час. В отличие от готового виски, жидкость кристально чиста. Но она даже крепче, чем готовый продукт. Ее крепость достигает умопомрачительных 70 градусов. Без бочек виски был бы похож на воду. И Джек Дэниелс остался бы без одного из важнейших ингредиентов. Каждая бочка Джек Дэниелс производится на бочарне Браун-Форман-Куперадж. В 370 километрах к северу от завода в Линчбурге, в городе Луисвилль, штат Кентукки. Мы производим бочки на этом заводе более 65 лет. И все это время завод Джек Дэниелс получал свои бочки отсюда. Каждая бочка изготавливается традиционным образом. И скрепляется без болтов или клея, чтобы ничто не мешало выполнению ее главной задачи. Бочка играет очень важную роль в процессе производства виски. Она на 100% отвечает за цвет передающейся виски. И примерно на 40-50% за аромат и вкус. Мужчины и женщины, изготавливающие бочки, называются бандарями. По-английски – куперами, от латинского «купа» – кувшин. Бочки собираются на складе пиломатериалов, в цехе обработки, на участке сборки, комнате прожарки, в печи обжига и в отделе контроля качества. Этот завод выдает 2000 мастерски изготовленных емкостей в день. Весь завод работает на генераторах, питаемых древесными отходами и опилками. Примерно через 6 месяцев после доставки на завод дерево высушивается до идеального состояния и отправляется в столярный цех. Здесь грубые доски, называемые заготовками клёпок, подаются в ряд машин, которые подрезают их до нужной длины и ширины, затем обтачивают, чтобы они подходили друг к другу без зазоров и протечек. Это машина по соединению клёпок, где множество ножей вращаются и удаляют материал с концов заготовок, чтобы середина стала шире, чем концы, чтобы середина бочки была шире. Они заходят в машину такими, а затем удаляются излишки середины и краёв, чтобы середина была шире, чем концы. Даже круглые верхушки и днища бочек собираются из белого дуба без клея или болтов. Нужная форма придаётся пилой. А затем робот окунает их в парафин, который временно скрепляет их вместе. Рабочий, которого называют отметчиком, следит за всеми клёпками, выходящими с производственной линии, прежде чем они перейдут из цеха деревообработки в сборочную. Цех сборки, или поднятие бочек, это место, где рабочие берут клёпки и собирают их в круг, поднимая бочку, так, чтобы она могла самостоятельно стоять. Подъёмчики бочек усердно работают, чтобы уложиться в план производства, который показывается на гигантских светодиодных экранах. Потолочные конвейеры сбрасывают металлические обручи, которые будут временно скреплять бочки. Бочки собираются из 31 разноразмерной деревянной детали, каждую из которых тщательно подбирают вручную. Если не чередовать деревяшки по мере обхода окружности, бочка не согнётся, как положено. Если поставить слишком много узких клёпок подряд, их легче согнуть, чем широкие клёпки. Это приведёт к деформации бочки. Следующая остановка — паровой душ. Примерно 25 минут при 65,6 градусах по Цельсию размягчат древесину для придания окончательной форме. Дерево становится податливым, и мы можем его согнуть, установить ещё один временный верхний обруч, не сломав клёпки. Свежесформованные бочки переходят к следующей фазе процесса — в секретный цех, где съёмка запрещена, в комнату прожарки. За этой завесой бочки подвергаются уникальной, усиливающей вкус процедуре, используемой лишь Джек Дэниелс. Бочки подвергаются обработке небольшой температурой, тепловой обработке, как при обжарке зефира или хлеба. Это поднимает сахара и карамели на поверхность дерева. На выходе из комнаты прожарки голое дерево внутри бочек приобретает золотистый глянец, который позволяет большей доле вкуса и аромата из дерева перейти в виски во время созревания. Рабочие используют зеркало для проверки цвета, чтобы убедиться, что дерево прожарилось равномерно. Когда бочки готовы, они заходят в гигантскую машину под названием «Буффало». Железная штанга сбрасывает бочку с конвейера в машину. «Буффало» устанавливает еще два временных обруча на центральную часть бочки, затем разворачивает ее. Центробежные силы прижимают клепки к стальным обручам, чтобы затянуть соединение. Мощные тиски, сжимающие обручи силой почти в 450 килограммов, заканчивают дело. После того, как работа «Буффало» сделана, бочки переходят на следующий и самый зрелищный этап производственной линии – участок обжига. Здесь конвейер доставляет их в стальную печь с восемью мощными газовыми горелками. Машина устанавливает бочки вертикально, и они отправляются в жар печи. Каждый раз, когда они заходят внутрь, пламя выбрасывается снизу. Это делается для того, чтобы обжечь внутреннюю сторону до черного цвета. Струи пламени поджигают бочку, которая продолжает гореть около 25 секунд. Когда бочка выходит с линии, распылитель воды снизу гасит пламя. 150 бочек проходит через линии обжига каждый час. И чтобы уследить за потоком в столь напряженной обстановке, нужны крепкие нервы и концентрация. Нужно следить за всем. Следить, чтобы все шло как надо, потому что стоит отвлечься, и это случится. Будут очень большие проблемы. Можно получить травму, упасть, обгореть. Я стараюсь держаться подальше оттуда, насколько это возможно, но предугадать невозможно. Я много одежды сжег, сменил множество перчаток, потому что они тают. Однако без огня джек не будет джеком. Именно этот уголь во многом определяет вкус. Виски лучше пропитывает дерево, получает вкус и текстуру. Затем устанавливаются крышки и днища. Рабочие заменяют временные обручи постоянными стальными обручами при помощи специализированных машин. Рабочий при помощи дрели с лазерным наведением делает отверстие в бочке, традиционно называемое горловиной. Он быстро наводит сверло на самую прочную часть бочки. Отверстие необходимо делать там, где клепки. Слышите? Выталкивает наружу. Он наполняет бочку воздухом и водой под давлением. Это увеличивает давление внутри, чтобы парни вон там смогли увидеть места протечек. Бочка переходит на последний этап производственной линии. Проверку качества. Мы ищем протечки, червоточины, полосы, грубые стыки и все такое. Вот это грубый стык. Когда вода пропитывает дерево, оно расширяется. Поэтому это остановит протечку. Если бы она была сильнее, пришлось бы удалять это, чинить, отправлять обратно бондарю. В качестве последней проверки он просто вынимает пробку и проверяет поток воздуха под давлением. Эта бочка готова, и на ней ставится утверждающая печать. Когда мы ставим на ней печать, это означает, что она готова к отправке. И отправляться ей нужно прямо сейчас. Потому что пустая бочка – это бочка, которая вот-вот развалится. Для процесса производства бочек крайне важно отправлять их как можно быстрее, потому что они подсыхают, и тогда обручи, эти металлические стяжки, которые вы видите на бочке, ослабнут и спадут. Бочки отправляются в путь через считанные часы после сборки. Восемь грузовиков в день покидают бочарню и направляются на юг, потому что в Линчбурге их ждет виски. На территории комплекса Джек Дэниелс до 500 литров перегнанной жидкости выходят из перегонного аппарата каждую минуту. На этом этапе виски крепок, обладает резким запахом, но бесцветен, как вода. Важнейший следующий этап превращает Джек Дэниелс в Теннесси виски. Все начинается с большого костра из древесины сахарного клёна. Мы используем сахарный клён, потому что это единственная древесина, не имеющая вкуса или запаха. Они обливают ее виски Джек Дэниелс для розжига. Вот оно, 70 градусов, прямо из перегонного куба. И поджигает. Через час или около того костер рассыпается и дерево превращается в угли. Рабочие заливают его, а затем пропускают через дробилку, чтобы превратить угли в гранулы размером около половины сантиметра. Когда мы вынимаем их из костра, они слишком большие, поэтому мы дробим их до размера горошины. В этой машине два больших ролика, и когда уголь попадает между ними, они его дробят. Свежесмолотый уголь отправляется вниз в цех угольного умягчения. Он отправляется в один из 72 гигантских чанов. Здесь он встречается с виски, подающимся прямо из перегонного цеха по системе труб. Все медное. Это важно для процесса, потому что медь взаимодействует и удаляет из виски определенные элементы по мере прохождения по трубам. Трубы, расположенные елочкой сверху, имеют крошечные отверстия, через которые виски медленно капает, проходя через 3 метра угля. Почти как обычный водопроводный фильтр. Он удаляет загрязнение, а также смягчает вкус и аромат. Каждая капля виски должна пройти сквозь 3 метра и дойти до дна. Зерновая сущность виски впитывается в уголь, и то, что выходит снизу, намного легче и слаще. Это гораздо более очищенный и легкий виски. Этот процесс отличает Джек от бурбонов, производимых в других местах американского юга. Джек Дэниелс – близкий родственник бурбона, но когда каждая капля виски прошла сквозь 3 метра угли из сахарного клена, он превращается в Теннесси виски. Сам Джек Дэниелс был не единственным производителем виски, который использовал угольные умягчения. Но из толпы его выделило его сверхъестественное мастерство общения с общественностью, или пиара, задолго до того, как этот термин появился. Мистер Джек был настоящим новатором. Джек знал, что музыка способна собрать толпу, поэтому он собрал духовой оркестр Джек Дэниелс Сильвер Корнет Бэнд. Они приходили в бары Джека и на площади для развлечения публики. Слава виски Джек Дэниелс вскоре распространилась далеко за пределы крошечной городской площади Линчбурга. В 1904 году Джек отверз свой виски на конкурс на мировую ярмарку в Сент-Луисе. На этом конкурсе были судьи со всего мира, и они решили, что этот маленький заводик в Теннесси производит замечательный виски и дали ему золотую медаль. Джек Дэниелс был удивительным человеком. Он начал буквально с пустыми руками. Когда он умер, он был самым богатым человеком в нескольких округах. Он был владельцем первого в городе автомобиля. У него был дом с бальным залом на втором этаже, с библиотекой и роялем Стэнвэй. В дни мистера Джека завод не выдавал более трех с половиной тысяч литров виски в день. Меньше одного процента сегодняшнего производства. Но вне зависимости от того, какой большой становится компания, винокурня Джека Дэниелс по сей день глубоко связана со своим основателем и волшебным местом, где до сих пор производится каждая бутылка. Проходит до шести дней традиционного угольного умягчения и напиток готов к разливу по бочкам. Две тысячи новеньких красавиц доставляются на территорию завода почти каждый день. Эти 45-килограммовые дубовые емкости скатились с производственной линии в Луисвилле всего несколько дней назад. И теперь они готовы к заполнению легендарным напитком, для которого и были сделаны. Перегнанный, фильтрованный через уголь спиртной напиток перетекает из цеха умягчения на участок заполнения бочек. Команда из двух человек разливает более 370 тысяч литров каждый день. Я занимаюсь этим 15 лет и довел это до уровня науки. Я делаю около 3800 литров в день, и он около 3800 литров. Здесь запах виски просачивается сквозь все поры тела, и опасность присутствует постоянно. Виски, как-никак, очень огнеопасен. А сейчас его крепость 70 градусов. И он выделяет пары этилового спирта, которые могут быть смертельно опасными. Может возникнуть вспышка или даже взрыв, если пары будут в замкнутом пространстве и появится источник огня. С этого момента производства контроль безопасности усиливается как никогда. с применением устройства, называемого газоанализатором, для проверки уровня паров в воздухе. Эта машинка подаст звуковой и визуальный сигнал, а также числовое выражение возможной угрозы. Если она начнет мигать, и вы услышите сигнал об опасности, а я начну уходить подальше, вы тоже уходите. Бочки успешно заполнены и выталкиваются на конвейер, который вывозит их из здания. Заполненная виски, каждая бочка весит около 230 килограммов. Здесь главная сложность расположить этих монстров в правильном порядке. «Мне нужно туда», так, чтобы они не катались и не проломили борт грузовика. Бочки отправляются на один из складов, разбросанных по округе, и поднимающихся над деревьями, как замковые башни. Именно в этих скрипящих деревянных постройках перегнанный напиток проходит окончательную трансформацию. Высотой в семь этажей и возрастом в 50 лет это высокое здание, один из 77 складов, расположенных рядом с Линчбургским заводом. Как и большинство из них, он забит виски весом более 4,5 миллионов килограммов. До семи раз в день с участка заполнения бочек поступает новая партия. Рабочие выгружают их прямо на ржавый подъемник, а другая бригада ждет их наверху. Используя силу инерции, они снимают 230-килограммовую бочку с подъемника, докатывают ее до выбранного стеллажа и закатывают на место. Большинство складов имеют невероятно низкотехнологичную встроенную систему безопасности для того, чтобы проследить за тем, что здание не деформируется под весом всех этих бочек. Мы установили отвесы, проходящие от крыши до первого этажа, показывающие отклонение здания от центральной линии. Если шнур отвеса коснется края отверстия, это будет означать, что здание накреняется в одну сторону, и новые бочки необходимо укладывать в другое место для исправления дисбаланса. Эти парни укладывают до тысячи бочек в день, что означает, что им приходится перекатывать около сотни пикапов Ford F-150. Работа может показаться простой, но это не так. Бочки тяжелые и неудобные, иногда случаются происшествия. Осторожно, осторожно! Каждый сантиметр этого места забит бочками, до 20 тысяч которых созревают на деревянных стеллажах. Многие этого не знают, но склад – это то место, где происходит большая часть волшебства производства виски. Пока виски находятся на складе, перемены температуры, вызванные сменой времен года, заставляют древесину бочек и их содержимое расширяться и сжиматься. Из-за этого виски с силой входят в поры дерева. Таким образом, проходит усиленное взаимодействие. Виски проходят через обжаренный и обугленный слой. Здесь он получает весь свой цвет. Он получит больше половины вкуса и аромата от бочки. Так что это очень и очень важная часть процесса. Точное расположение бочек на складе имеет невероятное воздействие на процесс созревания виски. Чем выше, тем больше перепады температуры, поэтому бочка отдает больше аромата. И вот почему необходимо вести детальную запись местоположения бочки и ее истории. На верхнем этаже создается особенный вкус, который оставляют для топового сорта сингл-беррел виски из одной бочки. Это место называется Насестом Ангела. Это самая высокая и теплая точка склада. Здесь происходит наибольшее взаимодействие между виски и бочкой. Здесь можно добиться высокой интенсивности характера напитки и его вкуса. Но здесь, под Насестом Ангела, с каждой бочки испаряется больше виски, чем в любом другом месте склада. Виноделы называют это долей ангелов. Мы потеряем около 30% доли ангелов в этом месте, так что думаем, что именно здесь должны собираться ангелы. Джек Дэниелс выдерживаться на складе от 4 до 7 лет. Но главное испытание это не время, а аромат и внешний вид виски. Сначала мы берем пробу, затем забиваем кедровую затычку. Она немного мягче дубовой бочки и примет форму отверстия. Она легко вгоняется и не будет гнить. На складе есть определенное время, когда виски набирает в качестве, вкусе и характере. А потом начинается время передержки, когда виски становится горьким и менее приятным. Мы не хотим, чтобы напиток хранился на складе слишком долго. Годы контакта с обожженной и прожаренной бочкой передали напитку уникальный вкус и аромат. Это должен быть хорошо сбалансированный аромат сладкой ванили, карамели, ноток и рисок от бочки и сбалансированное послевкусие от прожаренного дуба. И дали ему теплый янтарный цвет, которым знаменит Джек Дэниелс. Этому виски чуть больше трех лет, и он созревает, как и должна созревать бочка на шестом этаже. Сейчас вы можете видеть, он получил уже хороший цвет, который следует ожидать от созревшего виски. Каждая капля виски Джек Дэниелс попадает в бочку бесцветной, как вода. Но вы видите, что всего через три года, образовался приятный янтарный цвет. Весь он от выдержки в бочке. Осталось еще несколько лет, и эти малышки будут готовы к разливу по бутылкам. Наконец, настало время готовому напитку отправиться в расположенный неподалеку разливочный цех, где восемь производственных линий заканчивают работу с пулеметным лязгом и мельканием механизмов из стекла. Много опасных мест, много подвижных механизмов. Если не обращать внимания на то, что ты делаешь, то легко можно получить травму. Опасность от паров виски здесь выше, чем где-либо еще. Это место, куда редко допускаются видеокамеры. Мы стараемся не приносить сюда возможные источники возгорания. Процесс разлива виски в бутылки начинается с коробки и дюжины пустых бутылок. Машина их переворачивает, поднимает коробку на верхнюю линию и отправляет бутылки маршировать дальше. Затем они попадают в сложную машину, похожую на карусель, где они удерживаются за горлышко и поднимаются для встречи с заливочной головкой. На этом этапе крепость снижается до 40 градусов после разбавления виски бочковой крепости деминерализованной водой. Заливочная головка заполняет бутылку за 4 секунды или менее. на пути к следующему этапу плексиглазовый экран над бутылками защищает бутылки от мусора, который может попасть в драгоценную жидкость для закупорки бутылок. Они проходят рентгеновский аппарат, чтобы проверить, что они заполнены и крышка надета правильно. заполняет вступает в дело особая этикетировочная машина. С одной стороны система всасывает клей, с другой она берет этикетки и аккуратно наносит их на стекло. Несмотря на высокий уровень автоматизации разлива, человеческое прикосновение, как и всегда, остается неотъемлемой частью процесса. Требуется участие многих людей, чтобы бутылка прошла от одного конца линии до другого, от одного процесса до другого. Почти через 150 лет после изобретения Джека Дэниела бутылки не единственная вещь, на которую наносится знаменитый логотип. В магазине Джека в центре Линчбурга можно купить все, что угодно, от кофе до одежды, от горчицы до мотоциклов. Но в конечном итоге все сводится к качеству и постоянству виски. Прежде чем эти коробки будут готовы покинуть склад, каждую партию подвергают последнему и, возможно, самому важному испытанию. Задача старшего дегустатора Джеффа Нормана убедиться, что качество и вкус виски остается постоянным из года в год. Мы находимся в комнате, называемой комнатой стойкости. Мы оставляем образец каждой партии виски Джек Дэниелс, который разливаем. Здесь у нас содержатся образцы за два года. Каждую пятницу дегустатор проводит группу рабочих в комнату, похожую на будку для голосования. Это официальные дегустаторы компании. Все это рабочие, занимающие разные должности на заводе. Но сейчас они принимают участие в массовой дегустации. Каждую неделю до ста человек пробуют виски перед его отправкой с завода, проводя испытания, которые должны быть объективным и научным. Перед ними три неизвестных непомеченных образца Джек Дэниелс. Их задача определить виски, имеющие другой вкус. Наши работники нюхают виски, пробуют виски. Чтобы дегустаторы не расслаблялись, источники трех образцов меняются. Иногда они из разных партий. Но сегодня они все одинаковые. Будем надеяться, что они не заметят разницы. В данном случае все дегустаторы отвечают верно. Все три образца одинаковые. Это виски готовы отправиться в большой мир. И каждая его капля сделана с любовью в одном крошечном городке Теннесси. Программа озвучена студией Арк-ТВ. Текст читал Игорь Тарадайкин. Редактор субтитров Корректор А.Кулакова